Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов у микрофона редактор Саргалана Антонова. Наука в современном мире играет важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Уровень её развитости служит одним из показателей развития общества и государства. Одним из важных направлений, который оказывает влияние сейчас и будет играть огромную роль в будущем, это подготовка молодых научных кадров. Государство стало уделять особое внимание поддержке молодых учёных, начиная с 2000-х годов. Тогда доля исследователей в России значительно выросла. А как сегодня живётся молодым учёным? Энтузиазм или финансирование? Что сегодня помогает им развиваться? И что нужно, чтобы молодёжь приходила в науку и оставалась в ней? Ответить на эти и другие вопросы мы попросим сегодня гостей нашей студии. Итак, это первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия Михаил Юрьевич Присяжный. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. И председатель Совета молодых учёных Республики Саха-Якутия Иван Иванович Христофоров. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Пожалуйста, звоните и подключайтесь к нашему разговору. Что же, первый вопрос я хотела бы задать Михаилу Юрьевичу. Наш разговор проходит накануне очень интересного события и важного события. 20 мая в столице Республики состоится съезд молодых учёных и специалистов научно-образовательной сферы Якутии. Как на сегодня сохраняется научный потенциал Якутии? Спасибо, во-первых, за приглашение на такую интересную передачу. Во-вторых, действительно, в преддверии пленарного заседания, съезда молодых учёных, специалистов нашей Республики, мы имеем возможность пригласить к этой встрече действительно всех. Вот вы сказали о сохранении потенциала. И здесь как раз кроется, на самом деле, то, что не только в 2000-е годы государство поддерживало молодых учёных, просто в 2000-е годы регион очень хорошо поддерживал. Прежде всего, Республика Саха-Якутия, она очень хорошо поддерживала, появилось очень много новых инструментов. И вот вы говорите о сегодняшнем дне. Действительно, совсем недавно были приняты решения на федеральном уровне, которые позволят, уже законодательно закреплено о том, что регионы, субъекты Российской Федерации будут иметь право финансировать науку, региональную науку в интересах развития региона, которая сосредоточена как в академическом секторе, так и в узанском секторе. На самом деле, в нашей Республике, конечно, несколько поколений уже исследователей сложилось. Сложилось несколько школ мирового уровня. Здесь я могу, конечно, назвать и школу мирового уровня Мельникова в области мерзлотоведения, это и школа Николая Васильевича Черского в области геологии, это и школа очень известная тоже мирового уровня Владимира Петровича Ларионова, сфера материаловедения, первый наш академик из народа Саха. И это, конечно, тоже такая научная школа мирового уровня в исследованиях космофизики, Гермоген Филиппович Крымский и Дмитрий Данилович Красильников. Понятно, что они складывались, эти школы, в течение нескольких десятилетий. И, конечно, мы очень беспокоимся, потому что наука, так же, как и любой другой вид деятельности, он подвержен неким циклам, это тоже жизнь, зависит от людей, преданных науке, и, собственно говоря, мы поэтому и съезд проводим. А так, конечно, мы лидером являемся, одним из лидеров, особенно на Дальнем Востоке, наша республика, по концентрации научно-образовательных интеллектуальных ресурсов. Почему? Потому что мы занимаем двойственное положение. С одной стороны, большую часть нашей науки в регионе представляет система академическая, это институты сибирского отделения, российская академия наук, это, прежде всего, федеральный сельский центр, ФИЦСЕОРАН, ну и ряд институтов, которые в него не входят, но традиционно работают. Это тот же самый институт мерзлотоведения, тот же самый институт геологии алмазов благородных металлов, Якутский научный центр комплексных медицинских проблем. Но, кроме того, у нас еще сильна и вузовская наука, потому что в регионе есть вузы, относящиеся к разным федеральным ведомствам. Это, конечно, Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова, Министерство науки высшего образования Российской Федерации со своими подразделениями, с научными институтами в составе, и АГИКИ, который также подведомственным Минобру науки Российской Федерации, который также выполняет важные тематики научно-гуманитарной сфере. Но у нас есть еще и Арктический государственный агротехнологический университет, бывший ЕГСХ, подведомственным Минсельхозу России, Чуропча, Чуропчинский институт физической культуры и спорта, это вуз Минспорта. И также есть несколько отраслевых институтов, небольших, это институт, во-первых, ориентированный, научно-сельский институт строительства, проектный, так называемый, и потом Якут-Непр-Алмаз, относящийся к ведению акционерной компании «Алроса», научно-практический центр в тезиатрии, и есть небольшие научные подразделения, например, занимающиеся рыбоводством. Собственно, все это позволяет нам достаточно уверенно смотреть в будущее. — Расскажите, пожалуйста, об основных мероприятиях съезда. Я знаю, что в эти дни, предваряя пленарное заседание, проходили различные события. — Да, ну вообще, съезд мы запланировали еще в прошлом году. Прошлый год, напомню, был объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации, и мы достаточно хорошо отработали, отработали в том числе и по мерам поддержки молодых ученых, систематизации всего, что есть у нас в регионе. Ну и поэтому съезд, задумка съезда молодых ученых-специалистов, это не только разовая встреча финальная, которая предстоит 20 мая, как вы уже анонсировали, но мы начали 19 апреля. 19 апреля старт был дан в стенах Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Это, в принципе, важно было. Мы провели правительственный час, посвященный как раз поддержке молодых ученых. Это два постоянных комитета, я чуть позже о них скажу. Потом у нас прошло, в частности, на прошлой неделе два очень важных события. Это прошел семинар Российского научного фонда для молодых ученых, которых мы реорганизовали с нашими партнерами как раз из РНФ, фонд, который прошел свое переформатирование, и было очень важно посмотреть, как можно формировать и поддерживать совместные проекты. И также на прошлой неделе, 12 мая, на базе Института развития профессионального образования прошло первое заседание интеллектуального клуба «Интеграл». Вот как раз под руководством Ивана Ивановича, он сам расскажет, это инициатива молодых ученых. Хорошо, мы обязательно уделим внимание. Ну и вот буквально в эти дни, то есть получается 17-18 мая, то есть вчера и сегодня, ой, вернее, сегодня и завтра, это будет, да, 17-18, у нас на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики наш арктический научно-исследовательский центр «АНИЦ», он организовал так называемую проектную сессию «Вызовы и возможности». Это проектная инициатива с горизонтом планирования, ну здесь сделали 3-5 лет, реально. То есть пока еще молодой ученый здесь, он имеет определенные свои задачи, свои мысли, мы пытаемся организовать. При этом экспертами являются представители не только госвласти, государственных бюджетных организаций, но мы пригласили представителей бизнеса и науки. Это, например, компания «Полярные авиалинии», ГУБ ЖКХ республики, Центр стратегических исследований «Якутская энерго», венчурная компания «Якутия», «Ресурсный центр социальной защиты, победа». Для чего? Для того, чтобы именно посмотреть, заинтересовать молодых ученых, что те разработки, которые они делают, они могут быть полезны для общества. Поэтому вот участниками такой проектной сессии они являются. Ну и, наконец, вот, собственно говоря, 20 мая уже в актовом зале Дома правительства номер 2 состоится пленарное заседание съезда молодых ученых и специалистов. Давайте теперь поговорим об основных мерах поддержки молодых ученых. Вот как на сегодня живут наши молодые исследователи? Ну, я, как я уже сказал, да, есть меры поддержки, которые были приняты еще в 90-е годы. Государственная поддержка – это, например, выплаты, вознаграждения за защиту диссертаций кандидатских и докторских. Хотя эта мера сейчас, она уже несколько утратила свою актуальность. Сейчас более важны поддержка исследований, поддержка, грантовая поддержка, чтобы были возможности осуществлять, финансировать свои исследования, планировать свои исследования, взаимодействовать в коллективах. И вот за прошлый год нам удалось разнообразить, да, меры поддержки. Прежде всего, это два новых нормативно-правовых акта, которые были утверждены на уровне главы и на уровне правительства республики. Прежде всего, это грант главы по поддержке молодых ученых. И буквально он был у нас утвержден в прошлом году. Это 10 грантов по 500 тысяч рублей, которые у нас с 2022 года присуждаются. Буквально 13 мая, в пятницу, в конце прошлой недели, итоговое решение комиссии приняла. Ну и на самом пленарном заседании 20 мая председатель правительства республики Саха-Якутия, Андрей Владимирович Тарасенко, он вручит эти сертификаты. Ну и вот, значит, вторая мера, которая тоже у нас имеется, это, например, государственная премия республики Саха-Якутия молодым ученым и специалистам имени Ларионова. Тоже определены лауреаты за 2021 год. Это представители Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Говорова Татьяна и Топахова Алексей. Они также получат премию в ходе пленарного заседания. Ну и одна тоже из мер поддержки новых, которая у нас появилась в прошлом году, в 2021 году, это меры поддержки негосударственных фондов, которые сами организуют поддержку молодых ученых. Победителями там у нас являются социально ориентированные некоммерческие организации. Ну и в частности, вот в 2021 году, когда мы впервые проводили в новом формате эту меру поддержки, отбор, у нас победителем стал научно-образовательный фонд поддержки молодых ученых республики Саха-Якутия. Здесь как раз вот тоже я потом попрошу Ивана Ивановича так коротко тоже и эту форму рассказать, что он тоже причастен к этим событиям. Ну и вот я забыл, наверное, упомянуть о том, что в рамках пленарного заседания 20 мая не только председатель правительства будет участвовать, но и два председателя профильных для нас комитетов госсобраний Нилтумен, с которыми мы работали в прошлом и в этом году, это Феодосия Васильевна Габышева и Михаил Дмитриевич Гуляев. А председатель правительства у нас вот тоже в рамках, кстати говоря, вот нашего съезда 20 апреля, если я не ошибаюсь, он посетил молодежные лаборатории, которые были созданы совсем недавно при поддержке Миноборнауки Российской Федерации. Это часть программы научно-образовательного центра НОЦСЕВЕР. Тоже лаборатории, которая создана на три года каждая. И вот председатель правительства как раз посмотрел, как организована их работа. Это тоже мера поддержки молодых ученых. А не существует ли проблемы с возвращением специалистов после завершения обучения за пределами республики? И есть ли у нас своеобразный госзаказ по количеству ученых и так далее? Ну, вообще, на самом деле, если мы говорим просто о подготовке кадров, да, то здесь, конечно, мы понимаем, что подготовка кадров ведется как на территории республики, так и за пределами республики. И если говорить о научных кадрах, то то же самое. Я не зря озвучил в начале научной школы, которая здесь существует. На самом деле, мы даже ощущаем желание и приток иногда и жителей других регионов страны, которые выбирают для себя то или иное научное направление приехать и работать у нас. И в свое время это так создавалось. То есть, государство специализированным образом направляло сюда молодых специалистов. сейчас по линии нашего Министерства образования и науки мы поддерживаем чуть более ста аспирантов и возврат тем, кто обучается по программам аспирантуры, он практически стопроцентный. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 20 мая в столице республики состоится пленарное заседание съезда молодых ученых и специалистов научно-образовательной сферы Якутии. И сегодня мы говорим о том, как живется молодым ученым, об основных мерах их поддержки, а также о том, что нужно для того, чтобы молодежь приходила в науку и не уходила из нее. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66-32-11-66. А я напомню, что гости нашей студии сегодня это первый заместитель министра образования и науки нашей республики Михаил Юрьевич Присяжный и председатель Совета молодых ученых республики Саха и Якутия Иван Иванович Христофоров. Михаил Юрьевич, вот в предыдущем вопросе я у вас спрашивала, есть ли у нас своеобразный госзаказ по количеству ученых? Ну, вообще, конечно, стать ученым по заказу почти невозможно. Да, то есть все-таки это довольно долгий путь и задача любого государства все хотят, чтобы на самом деле было достаточное число желающих из числа своего постоянного населения, которые хотели бы стать учеными. Что, в принципе, наука это высший уровень интеллектуальной деятельности, который позволяет приумножать знания, расширять эти знания. И мы помогаем, то есть у нас есть госзаказ не на само количество, а на меры поддержки. То есть в рамках целевой подготовки у нас есть меры поддержки для тех, кто выбирает для себя будущую профессию исследователя, ученого, кто поступает на программы аспирантуры либо докторантуры. Мы оказываем такие же меры поддержки, связанные с проездом, с небольшим компенсацией расходов, связанных с обучением. И хотелось бы, чтобы таких людей становилось больше. Была проблема, вот спрашивали по поводу того, все ли возвращаются, ну, по некоторым направлениям, например, по медицинским специальностям. Мы эту проблему ощущали, когда, честно говоря, подготовленные в республике молодые специалисты, они оставались, например, в Москве, в больших центрах медицинских. Поэтому мы очень рады, что в республике, когда и заработал национальный центр медицины, другие крупные, сейчас мы с вами знаем, кардиологический центр открылся, онкологический центр откроется. Это как раз шансы закрепить. То есть, вот привлечь в профессию и сделать заказ можно в том случае, если это интересно для молодых. Наша задача создать эти условия. Вот как раз о закреплении, да, мы поговорили молодых специалистов на местах. Вообще, как решаются у нас жилищные, например, вопросы? Ну, Иван Иванович, как руководитель совета, ученых, председатель совета ученых скажет, я лишь скажу о том, что, конечно, были периоды поддержки, если мы говорим, да, первоначальный период, когда создавались подразделения академической науки в Сибири, тогда масштабно решал Советский Союз эти вопросы, то есть целые городки, мы знаем с вами Новосибирский академгородок, у нас в Якутске тоже, когда институты создавались, они сразу с инфраструктурой. Потом был, конечно, период, немножко у нас, это тоже было в республике Саха и Якутия, действительно, тоже был период, когда выделялись для части молодых ученых и тоже поддержка в том числе и жильем. Сейчас есть федеральная программа, там очень много требований, и не так много, честно говоря, из нашей республики молодых ученых попадает в эту программу. Я могу дополнить, вначале хотел бы согласиться касательно, что наука, то есть заказы, это длительный процесс, я могу на примере института мерзотоведения сказать, что у нас в институте работают люди, которые приходят сюда, приезжают в Якутск, даже с семьями, порядка, по-моему, семи человек, которые приехали из Санкт-Петербурга, из госуниверситета, из Московского госуниверситета, из Томска, ну и так далее, то есть они приезжают сюда, работают, то есть это содействие развитию научной школы, то есть если научная школа, она известная в России, сюда приезжают специалисты работать и получать здесь квалификацию, повышать свою квалификацию и работать здесь, то есть это престижно, поэтому один из таких примеров, в том числе, конечно, здесь и маневрный фонд имеет значение, то есть это какое-то служебное жилье и так далее, то есть это, в принципе, в каких-то небольших количествах это есть в институте, и в том числе наш институт ежегодно, ну раз в два года проводит научную школу-семинар международную, куда приезжают из других стран, и в том числе из Тюмени, из Москвы, из Санкт-Петербурга приезжают молодые специалисты, и проходит у нас, она проходит в течение конференции, и в течение двух недель выезжает, допустим, куда-то либо за Байкальский край, либо это Тукуланы-Вилюзьки, либо это на ход Южной Якутии, то есть это как полевая школа-семинар именно по мерзотоведению, где наши ведущие специалисты рассказывают молодым ученым вообще о всех процессах, как это производится далее, и многие ребята, которые прошли эту научную школу-семинар, остаются, либо поступают в аспирантуру у нас, либо приезжают к нам работать. Касательно жилища, есть программа, федеральная целевая программа в жилище, там, к сожалению, не те суммы, которые бы могли решить принципиальные вопросы. К примеру, у нас по Якутии ежегодно получают один-два сертификата, это на 32 квадратных метра, это программы для отдельных категорий граждан, там наука включена. Я могу напомнить, что где-то лет 7 назад, мы когда министром был Фурсенко, мы тогда от Совета Молодых Ученых Российской Академии Наук полностью решили в жилищный вопрос, то есть выделение 5 тысяч ставок и порядка нескольких миллиардов выделили на сертификаты. И у нас была очередность у академических институтов в Якутии, порядка 42 человека, и все 42 человека кандидата наук получили эти сертификаты, потому что есть определенные требования, там обязательно это кандидат наук, стаж работы 5 лет, и после получения вот этого сертификата он не должен обязательно проработать 5 лет в этом регионе, где получил. То есть вот это мы полностью убрали, но это было разовое, то есть это не системная была поддержка, это было как раз в 2014 году. Сейчас такой поддержки как бы она есть, но это действительно вот там 1-2 человека, то есть очень серьезные там условия касательно вот 51-й по жилищных законодательствам там написано, что обязательно учетная норма должна быть не менее 8, не более 8 квадратных метров на члены семьи. То есть это вот требования немногие проходят, и поэтому поддержка тоже в том числе не всех. Я помню, что в республике, вот тоже республика, регион помогала в части выделения земельных участков для строительства, либо многоквартир и домах какие-то льготы были для молодых ученых. Сейчас пока этого нет, но вот как раз этот съезд, он очень своевременно, и как раз то, что Владимир Владимирович Путин объявил декаду науки, и в прошлом году был год науки, где в конце последнего мероприятия, которое крайнее мероприятие прошлого года, было в Сочи съезд молодых ученых, где участвовал сам президент, и там как раз был вопрос поднимали касательно жилья. Я думаю, что вот этот съезд благодаря нашему министерству образования и науки и вот в лице Михайловича Присяжного вот эти мероприятия, которые проводились и в госсобрании ЛТМН, и которые вот несколько мероприятий сейчас проходят, они способствуют тому, что мы понимаем, каким образом, какие инструменты нужны, чтобы и в том числе поднять статус молодого ученого, и помочь в развитии, в повышении квалификации молодых ученых, и в развитии, в том числе, социально, именно для республики, для развития республики. А как на сегодня решаются вопросы о практическом, например, или прикладном значении исследований молодых ученых? Ну, здесь, может, я начну, да, тоже, опять же, вот эстафету, да, Ивана Ивановича перехвачу, что на самом деле, конечно, вот, ну, не всем поколениям здесь, да, поддержка действительно досталась, здесь я соглашусь, моё поколение, например, её не получило. Аспиранты 90-х годов, к сожалению, тогда, ну, государства не было возможности, мы это прекрасно понимали, мы как бы сами эти многие вопросы решили в своей жизни, и в связи с этим наш возраст, и чуть постарше нас очень мало, то есть практически в науке нас нет, нашего поколения, к сожалению, мало, не представлено, потому что были очень сложные условия, и люди не приходили. Следующее поколение, да, вот, возраст как раз Ивана Ивановича, самый такой сейчас продуктивный, те, кто работает сейчас над докторскими диссертациями, и они же, вот я считаю, важный инструмент, это как раз прикладные исследования, практические, потому что это возможность, опять же, дополнительного материального стимулирования, это возможность внедрения своих результатов, что сейчас очень в стране поддерживается. У нас в республике, кстати, да, у нас же 100-летний юбилей, якутской нашей, автономной Советской Российской Республики, юбилей, вот, не так давно, в 2016-17 году, была начата программа комплексных научных исследований, которая, значит, продолжила традиции комплексной экспедиции Академии наук СССР 20-х годов, и вот, это тоже возможность помощи молодым, и вот в прошлом году, в 2021 году, мы начали второй этап КНИ, вот этого современного, где более 50% исследователей, это были молодые, в возрасте до 39 лет, и это действительно прикладные исследования по производительных сил, социальной сферы, где в том числе, конечно, имеется возможность и дополнительного материального стимулирования, да, и внедрения своих результатов. Ну, и в целом, национальный проект наука и университеты, так он сейчас у нас называется на данном этапе, он ориентирован на особое внимание к возрастной группе исследователей до 39 лет. То есть, это как бы законодательно, можно сказать, определены, что в этом возрасте наиболее продуктивно, тогда, когда государство должно оказывать помощь. Хорошо, Иван Иванович, давайте теперь поговорим о молодых ученых, да, я знаю, что они выступили инициаторами создания интеллектуального клуба, интеграл, да, и буквально на днях у вас состоялась первая встреча. Вот хотелось бы знать, какие актуальные вопросы здесь обсуждались. Да, интеллектуальный клуб «Интеграл», 14 мы его назвали, это наподобие в 60-х годах было в Академгородке создан такой интеллектуальный клуб. Он включает в себя четыре подклуба. Первая, конечно, основная задача это дискуссионный эксперт-клуб, где будут приглашены, ну, есть члены клуба, это минимальный кандидат наук, либо специалист своей области, который проработал не менее 15 лет, эксперт своей области, и решение разных проблем, в том числе и проблемы пыли в городе, и озеленение, и водоотведение, и других-других задач, в том числе и пожар, но с точки зрения науки, что, как, ну, считают, каким образом в резолюции с описанием рекомендаций, что же все-таки с точки зрения науки необходимо сделать для решения вот таких проблем. Но у нас первая очная встреча, так как сейчас была пандемия, и, к сожалению, сложно было, в основном только были ВКС, и мы обсудили наш вопрос, вопрос воспроизводства, то есть современные проблемы воспроизводства научных кадров. И определили, что сейчас действительно очень серьезная проблема, это связано, она очень, она соразмерна с 90-ми годами, это связано с тем, что в 90-е был сильный отток вообще в целом от науки в разные сферы, а сейчас это связано с тем, что наше старшее поколение, то есть 41% это люди в науке старше 65 лет, от 45 до 65, вот эта когорта 20-летняя, их всего 19%, если мы просто промоделируем и добавим сюда 15 лет, то 41% фактически уйдет, естественно, и в целом люди уйдут от науки, как бы уже выйдут на пенсию, и вот этот 19% он не восполнит, то есть есть кадровый вакуум, и у нас, да, наука, она славится своей преемственностью, и поэтому только в научных школах можно развивать науку, таким образом у нас наука сиротеет, и это проблема не только в республике, это проблема вообще по всей России, и поэтому не зря сейчас делали декаду и направление, в общем, на развитие науки и технологий сейчас направили, и в целом вот эта проблема, она очень серьезная, и сейчас, если ее не начать решать, допустим, чтобы подготовить одного доктора наук, нужно 15-20 лет, чтобы подготовить кандидат, это 8-10 лет, грубо говоря, ну, в среднем, и таким образом, если сейчас начать решать эту проблему, то это можно решить, если это через 15 лет на это обратить внимание, и туда даже вложить, там, даже миллиард рублей на регионе, то это не даст того эффекта, который эффект даст сейчас, поэтому, если вот мы приняли решение такое, что, ну, написать в рекомендациях, каким образом, там мы выявили две проблемы, это кандидаты не защищаются, то есть мало докторов, если мало докторов, то мало, то у нас, 6 диссоветов. Ну, вот, да. Понятно. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор, не переключайтесь, оставайтесь с нами, сегодня мы говорим о молодых ученых. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 20 мая в столице республики состоится пленарное заседание съезда молодых ученых и специалистов научно-образовательной сферы Якутии. И сегодня мы говорим о том, как живется молодым ученым, об основных мерах их поддержки, а также о том, что нужно для того, чтобы молодежь приходила в науку и не уходила из нее. Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2-0-66-32-11-66. А я напомню, что гости нашей студии сегодня это первый заместитель министра образования и науки республики Саха и Якутия Михаил Юрьевич Присяжный и председатель Союза молодых ученых нашей республики Иван Иванович Христофоров. Иван Иванович, вот мы как раз таки говорили о заседании клуба «Интеграл» и вы сказали, что образуется своеобразный дефицит. А как же наши диссертационные советы? Вот как они работают? Да, это очень важный аспект, потому что, как я уже сказал, что в Якутске у нас 6 диссертационных советов. Это подготовка высококвалифицированных кадров. Это кандидатов и докторов наук. Есть требование, чтобы один диссертационный совет существовал, нужно 20 докторов по этому профилю. Я вот, к сожалению, могу такую небольшую нехорошую новость сказать, что за последние 5 лет у нас из института Мироток, из одного института ушли из жизни 7 докторов наук. При этом, за последние 5 лет ни одного доктора не защитилось. И если посмотреть, что таким образом, если будет естественный убыль, будет уходить, потому что как раз ведущий ученый это еще в советское время будет сформировано, то у нас советы будут постепенно уменьшаться. Если требование вакт не изменится, то мы у себя в Якутске не сможем восполнять кадр кандидатов и докторов. А это что означает? То есть от уровня квалификации молодого исследователя или вообще ученого также многие преподают у нас в вузах, здесь вот в местных. И от уровня преподавателя, то есть квалификации, также зависит квалификация студента, который выпускается и идет работать в разной отрасли. Это особенно связано с медициной, к примеру, потому что если там схемотехник, он ошибется и сгорит плата, то хирург или там медработник, если ошибется, это речь идет о здоровье и жизни наших сограждан. Поэтому в этом отношении наша основная задача это повышение, максимально скорейшее повышение квалификации молодых ученых, чтобы возместить и компенсировать тот возрастной вакуум, который образовался в 90-х годах. И надо это делать именно сейчас. И таким образом, когда мы посчитали, мы посмотрели сильно отрицательный тренд и те поддержки, которые их недостаточны. И поэтому необходимо прямо такими крупными, к примеру, создание какого-то академгородка, то есть чтобы сюда приезжали, то есть создание условий, потому что наука не может, собственно, соковариться. То есть необходимо, чтобы сюда приезжали специалисты и здесь как бы вот такие, как есть программы, много разных программ по приглашению ведущих ученых, которые могут здесь создавать такие небольшие группы. Тогда в рамках научных школ, чтобы их сохранить, наша задача сейчас не сколько там увеличить, а сохранить школы, те, которые сейчас есть. Тогда мы сможем говорить о развитии науки, а наука, она всегда в том числе и образование, и культура, и все вот эти вот аспекты региона поднимает. Это видно даже, вот действительно, вот как Михаил Юрьевич сказал, что в 90-е годы была сильная поддержка, это благодаря, конечно, нашему первому президенту, Николаеву, и там сохранили научный потенциал. Многие регионы этого не сделали, и можно даже сейчас сравнить, там, в Сабайкальске, Крае, Омск, область, то есть там развитие намного медленнее идет. То есть нету там федеральных университетов, нету, то есть наука, она всегда способствовала развитию региона. И это наша главная задача сохранить в эту декаду, которую объявили на федеральном уровне, вот в республике, увеличить поддержку для повышения научного потенциала республики. Хорошо. В нашей республике, я знаю, был создан фонд поддержки молодых ученых, да? Что показал опыт его работы? Да, фонд создан был именно самими молодыми учеными, потому что то, как не мы, точно знаем, какие у нас проблемы. Он создан был для того, чтобы определить, чтобы не дублировать федеральную поддержку, чтобы максимально деньги уходили эффективно для развития. Вот эту проблему мы в 2012 году описывали, и действительно у нас спросила, как вы можете решить. И мы не просто описали проблему, но и расписали пути решения, каким образом, какие мероприятия могут решить эту проблему. И было сказано, если вы соорганизуете, сами создадите, то мы найдем финансирование. Таким образом, мы создали некоммерческую организацию и выиграли два президента, гранта к президенту Российской Федерации федеральных и пять региональных грантов, которые как субсидии, которые мы реализовали. И мы реализовали порядка 30 миллионов рублей. И по результатам, если коротко сказать, потому что если очень долго говорить можно, то есть, ну, 42 кандидатские диссертации, 2 докторские при содействии вот этого фонда. Также опубликовано 85 публикаций в App of Science и Scopus. Это означает, что мы поддержали в том числе финансово, частично, потому что там софинансирование на участие в международных конференциях. Это очень важно, потому что именно апробация и знание, что у нас, какие тренды в России, в мире происходят по науке, только тогда можно развиваться именно на уровне, международном уровне. Таким образом, эти публикации позволяют выбивать гранты РНФ федеральные. Таким образом, на эти 30 миллионов мы посчитали, что те победители, которые воспользуются нашей поддержкой, они привлекли в республику более 100 миллионов рублей федеральных грантов и международных грантов. То есть, совместные исследования с Китаем, с другими, с Францией и так далее. Таким образом, эффект очень... Если бы была поддержка больше, то есть, это буквально 5-7 заявок, у нас 5-7 заявок была одна поддержана. Если бы финансов было больше, то эти результаты были бы кратны. И мы за 5 лет, за 6 лет посмотрели, и действительно, этот механизм работает и он эффективен. Сейчас наша задача на съезде доказать, попробовать на уровень тот, который мы программировали, то есть, моделировали, поднять на уровень как раз 40-50 миллионов рублей. Тогда это какой-то аспект именно в качестве повышения квалификации молодых ученых это сильно даст большой вклад. для того, чтобы люди у нас, скажем, школьники, затем студенты становились молодыми учеными, наверное, нужно проводить какую-то определенную работу. Как вы думаете, каким образом она должна вестись и что это может быть? Безусловно, здесь я тоже начну, наверное, касательно популяризации знаний. Во всех у нас по фонду все полностью на конкурсной основе, то есть, человек подает заявку, проходит, не проходит, в зависимости. И когда договор подписываем, там всегда есть условие, что он должен обязательно прочитать две лекции в школе. То есть, это такое требование. Ну и, конечно, без договора ребята, многие ходят в школу, читают там лекции, занимаются со школьниками, есть программы такие «Шаг в будущее», «Шаг в будущую профессию», и молодые ученые являются не только экспертом, по техническому направлению, по естественному направлению. Многие являются консультантами. То есть, учитель, как руководитель со школьником, занимается по научной теме, а обязательно какой-то научный, научная поддержка в виде консультирования идет именно научным персоналом, это научные сотрудники, которые работают в академических и вузовской науке. Поэтому в этой части тоже большой вклад ведут и молодые ученые, и ученые, и Академия наук. В этом отношении, конечно, тоже идет популяризация знаний. И очень важный аспект, это профориентация. Здесь, мне кажется, мы все-таки немножко не дорабатываем. То есть, не только наука, но и в целом. Потому что профориентация должна быть четко определена еще в школе. К примеру, если взять опыт зарубежных стран, примерно в Германии, там определяют сразу на три уровня. То есть, это человек, который идет в науку, это магистранты, который идет в лице и так далее. Третье, это получает специалитет и работает. И четвертое, это среднее профессиональное образование, то есть, это свальщики, электрики и так далее. То есть, это в школе уже идет о распределении. Таким образом, мы не будем тратить, потому что человек поступает в определенный вуз, определяет какие-то ЭГЭ, поступает, потом по окончанию думает, что это не мое и начинает учиться еще. То есть, мы теряем пять лет, теряем и государство теряет деньги, и время. Таким образом, в школах максимально надо усилить как бы профориентационную работу, потому что сейчас как-то идет сильный тренд на ЭГЭ, лишь бы получить большие баллы, лишь бы чтобы там были столбальники и так далее. То есть, это творчество пропадает. То есть, это чисто тесты и так далее. Поэтому в этом отношении творческих ребят необходимо привлекать в науку. И таким образом, мы вот, читая лекции, как-то завлекаем молодежь, чтобы они шли в науку. Гайл Юрьевич, В свое время, да, Михаил Ефимович Николаев, я помню, тогда я был студентом, был учителем в школе. Он тогда, когда была создана Национальная академия наук нашей республики, он говорил, у каждого академика должны быть свои последователи, должны быть свои ученики. Ну и вот сейчас в республике есть на самом деле такая система. Это и конференция «Шаг в будущее», это и форум исследователей «Шаг в будущую профессию», где ребята, обучающиеся в колледжах и техникумах, работают. Это ряд именных стипендий. Это, например, Дмитрия Дмитриевича Савинова, это, например, Анатолий Николаевич Алексеева по разным направлениям, которые привлекают молодежь в науку. Это форум федеральный, но который мы очень хорошо проводим, фестиваль науки «Наука 0+.» И вот, например, даже в прошлом году мы делали специально для детей в возрасте 3-5 лет. То есть, они показывали свои исследовательские компетенции. Они уникальны в этом возрасте. Ребята очень быстро проникаются. И дальше наша задача действительно наклонности выявить и просто выстроить систему сопровождения. Ну и вот, мы в прошлом году в рамках года наук и технологий в Российской Федерации попросили Академию наук нашей республики провести перепись. Здесь проведена перепись кандидатов и докторов наук, которые находятся в разном статусе сейчас. Потому что, когда ты имеешь степень, это не обозначает, что ты находишься в активном режиме исследователя. Не все. Есть те, кто находится в предприятиях, в организации, в практической сфере. И вот, после этой переписи мы сейчас, конечно, хотим их привлекать тоже в науку. Ну а в этом году, благодаря съезду, мы надеемся такую же перепись провести именно среди молодых ученых и специалистов. То есть, понять те, кто на это ориентирован. Каково общее количество молодых исследователей у нас сейчас в республике? Вот на первый квартал 22-го года это 1068 молодых исследователей. Из них три доктора до 40 лет и порядка 86 кандидатов в науку. И в целом, ну аспирантов много, там 350. Но это тоже не только аспиранты в академических, в основном это как раз в университете в Северо-Восточном педеральном месте. Ну и вообще, конечно, цифра, но все равно эта цифра недостаточная. Тут я соглашаюсь. И не зря, наверное, вот буквально в этом году, вот в феврале 2022 года президент Российской Федерации, он принял свое решение о ежегодном проведении Конгресса молодых ученых. А в апреле 2022 года как раз было объявлено десятилетие науки и технологий в Российской Федерации. То есть, в принципе, Россия видит, что тот путь, который в свое время, например, делали успешные в этом отношении США, которые говорили, что такое американский университет, это русские преподаватели и китайские студенты, для России мы не хотим такого. Мы хотим, чтобы все-таки у нас были и свои преподаватели, и свои ученые, и свои студенты. Хорошо. 30 секунд у нас остается до завершения нашего разговора. Какие советы вы можете дать тем, кто делает только первые шаги в науку? Пожалуйста. Наверное, я послушаю. Ну, на самом деле наука и профессия исследователя это такая же, как и любая другая. То есть, ты должен ее любить, ты должен общаться, брать преемственность у тех, кто работал до тебя, никогда не надо забывать об этом. Ну и, конечно, стараться, чтобы твои результаты были полезны для общества. Хорошо, дорогие друзья, я благодарю вас за участие в нашей программе. Это была программа «Якутск сегодня», ее подготовила и провела редактор Сергея Антонова. Всем самого доброго!